Экология духа Или как научиться воздержанию И я не могу сказать, что я на все 100% являюсь человеком, экспертом в вопросах самообладания Самоконтроля, великой дисциплины Того, что я настолько совершен и мои чувства приучены навыкам никогда не делать никаких ошибок Но я точно могу сказать с искренностью сердца Я стараюсь Я прошу Бога помочь мне Я понимаю, что моя внутренняя экология духовных взаимоотношений со Святым Духом Она должна стать лучше Что-то Бог отдал на мой откуп или на мой выбор Как я буду выверять сферы своей жизни Насколько я буду честен со Словом Божьим В поступках, словах, мотивах Я хочу, чтобы моя экология внутри Она не препятствовала Святому Духу действовать в моей жизни Поэтому, когда мы говорили несколько проповедей об экологии Духа Мы пришли именно к той сфере, где Библия говорит о воздержании И сегодня я осознаю важность этой темы И если, мои драгоценные братья и сестры, вы поистине возьмете это слово для себя Много ошибок мы избежим Мы сохраним себя от многих падений и ударов Мы сохраним отношения с людьми Мы все-таки сможем увидеть настоящее счастье в наших семьях Где жены и мужья любят друг друга и наслаждаются друг другом Где они берегут отношения друг с другом А сколько людей в команде, в служении, в церкви, в отделах служения У каждого характер, у каждого свой взгляд У каждого своя какая-то, простите за выражение, броня И сколько раз мы раним друг друга По разным пустякам И даже когда эти пустяки уже не пустяки Есть какая-то причина, более совершенные люди уклоняются от этого Они берегут мир в своем сердце И я благодарен Богу за церковь За то место, где мы с вами учимся Как ученики И говорим, учи нас Господь Учи Чтобы моя экология внутри моего сердца Не препятствовала Святому Духу действовать в моей жизни Ну аминь или нет? Аминь Я хочу показать вам один небольшой ролик Который стал популярным в нашей стране Его недавно показали в новостях Почему я решил сегодня начать свою проповедь именно с этого ролика Потому что он показал мне себя Он показал мне некоторых христиан С которыми я имею разные взаимоотношения в церквях Которые такие наивные, такие благословенные, такие особенные И они легко так заигрывают с этим миром Ходят по краю Они знают, что Христос на кресте сделал все Христос их изменил Христос их простил Христос их имена записал в книге жизни Многие вещи пришли по благодати Многие вещи даются нам без усилий Но нас что-то манит Манит подойти к краю этого мира Манит подойти к каким-то таким берегам Вот немножко пофлиртовать, позаигрывать с этим миром Ну посмотреть, ну как там все-таки они Люди этого мира Но мы не падаем туда в обрыв Нет, мы рядышком И вот этот ролик показал мне двух беззаботных женщин И огромное количество абсолютно безумных людей Которые рядом с ними Которые вообще сделали этот аттракцион Буквально несколько секунд Давайте посмотрим на экран В Дагестане две девушки сорвались во время катания на качелях над каньоном Потом сообщает телеграм-канал База Они раскачивались над Сулакским каньоном Но в какой-то момент сорвались и упали Им удалось избежать серьезных повреждений К счастью, судя по опубликованному каналам видео Они даже не были пристегнуты После случившегося к экстремальному аттракциону Прибыли полицейские По факту случившегося, как ожидается Будет проведена проверка Хорошо, что в данном случае нам сообщили Что они живые, здоровые Но как-то в своей жизни я принял такое решение Не ходить по краю, не ходить по обрыву Совсем как-то вот в каком-то недавнем времени Мы оказались с ребятами на такой горе И знаете, есть такие тарзанки великие Тебя привязывают за ноги, за все остальное И сбрасывают как бы с горы И вот первый раз в жизни я оказался на таком месте Когда вдруг я почувствовал, что я больше этого делать никогда не буду Однажды меня привязывали, скидывали с горы И я летел, и все говорили Какая смелость, какая драматургия, какой полет этого орла И вы знаете, ну чем ты становишься старше Ты понимаешь, что тебе не надо никому ничего доказывать Если ты смелый человек В каких-то вещах, может даже бескомпромиссный Ты идешь на пролом, идешь вперед И вдруг я оказываюсь среди ребят, которые достаточно молодые 25-20 лет Они такие горячие И мы пришли на этот склон горы И там есть вот эта вся охрана специальная И мне все говорят, давай, 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 давай И я внутри понимаю, что вот это давай я могу Я готов полететь в это ущелье Я готов просто там в точку превратиться где-то Потому что нету такого великого страха И они начали все одевать специальное оборудование И полетел один, и полетел второй Но внутри своего сердца я чувствую Что я пришел на какой-то уровень зрелости Когда нам нужно с вами Очень внимательно подумать Что мы делаем И для чего нам это нужно Очень часто приходя к каким-то экстремальным видам спорта Экстремальным разговорам Какому-то экстриму жизни И мы думаем, что все так будет бесплатно и безболезненно Нет И они окружили меня и говорят Ну ты, ну давай, ты, завыкающим И я нашел коронную фразу Я сказал Мне жена не разрешает Внутри себя я чувствовал С одной стороны Сережа, что с тобой стало Ты стал подкаблучником Что значит жена не разрешает Да жена бы сама помогла бы, если надо Ну слава Богу за мою жену Ну аминь или нет Благословенная Божья дочь Но вдруг я понимаю Нам многие вещи В жизни просто не нужны Я перестал летать с тарзанок Перестал мечтать спрыгнуть с парашютом С какого-нибудь самолета И многие другие моменты Из моей жизни просто ушли Потому что Бог этого не хочет Он не хочет великих скоростей Он не хочет великих полетов Он не хочет всего этого Что может в один момент Изменить твою жизнь Он хочет Воспитать и поднять Внутри нас Такой великий стержень Воздержания Чтобы любой из нас Божий человек Был способен Вовремя Сказать себе Нет Ну аминь или нет И ответственность Богом Дана нам В первом послании Коринфской церкви Третьей главы Одиннадцатым стихом Апостол Павел Учит и говорит Ибо никто не может Положить другого основания Кроме положенного Которое есть Иисус Христос Строит ли кто На этом основании Золото, серебра, драгоценных камней Дерево или соломы Каждого дела Обнаружится Ибо день покажет Потому что в огне открывается И огонь испытывает Дело каждого Каково оно есть То есть Основание Христос Мы все знаем Христос Наше спасение Кто принял Христа Искренно Имя такого человека Он вписывает в книгу жизни Ты становишься рожденным свыше Все грехи тебе прощены Ты в завете со Христом Он Твой путеводитель Многие люди в это верят И знают разумом Но почему-то они думают Что значит Если я принял Христа Все в моей жизни После этого Мое тело Мои привычки Моя культура Даже похоть и грани Какие-то моменты Которые Почему-то остались В моей жизни И они мне препятствуют Они ломают Мою святость Они крадут В моем сердце Мир Божий Как-то все Как будто должно быть Само собой Но апостол Павел Говорит Что Господь Говорит нам Как ты построишь Свою духовную жизнь На едином основании Иисус Христос Это уже зависит От тебя Это твоя личная Ответственность И есть такие материалы Как сено Солома А есть более драгоценные Металлы Не эмоциональные Это уровень решений Это уровень зрелости И Библия называет их Серебром Или золотом Это то, что не валяется На дороге Это то, за что нужно Платить Великую цену И вот мы постараемся Разобраться Как же научиться Воздержанию Для чего оно нужно Что приносит Воздержание В твою жизнь От чего оно тебя Сохраняет И какая награда Ждет тебя В финале О воздержании Мы слышим От апостола Павла Часто И вот в послании К Галатам Пятой главы Давайте мы прочитаем Дело плоти Дело духа Это местописание В 5.19 и ниже Библия говорит Дело плоти Известны Они суть Прелюбодеяния Блуд Нечистота Непотребство Идолослужение Волшебство Вражда Ссоры Зависть Гнев Распри Разногласия Соблазны И ереси Ненависть Убийство Пьянство Бесчинство И тому подобное Предваряю вас Другими словами Предупреждаю вас Как и прежде Предварял Что поступающие так Царство Божье Не наследуют Но тут же Открывается Совершенно другой Взгляд И открывается Совершенно другое Божье откровение Для всех тех Кто выбрал Жить в духе Библия говорит 21 стих 5 главы Послания Галатам Плот же духа Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера И вот здесь Начинается Кротость И воздержание Я думаю Ну подождите Но плоды духа Так хорошо начинались Я вспоминаю Когда я пришел в церковь И я произнес слова Господи Прости Мое сердце Излился Огромный поток Божьей любви Мне хотелось Любить всех И кошек И собак И деревья И листочки И цветочки И соседей Всех Я не понимал Эта великая сила Сошла на меня Я был Вот настолько Открыт ко всему Улыбался всему Слезы текли С моих глаз Я пребывал В таком Необъяснимом Блаженстве Я подумал Вот эта сила Она пронесет меня Над всеми обстоятельствами Над всеми болями Над всеми горечами Над всеми Несправедливостями И мнениями И отверженностями Я просто В этой любви Буду купаться Я пройду в ней Но вдруг Когда ты начинаешь Углубляться Оказывается Не все так Не все в этой эйфории Есть моменты Когда ты начинаешь Платить цену И если все начинается С таких эмоциональных С таких подъемных С таких красивых Благородных вещей Как любовь Мир Радость Вот бы всегда так Правда? Вот бы всегда Было бы прекрасное Хорошее настроение Независимо ни от чего Вот бы всегда Улыбалась нам Жизнь Люди Обстоятельства Но нет Оказывается Для христиан Есть и другие экзамены Где они должны Приложить усилия Чтобы построить Свою жизнь Не на песке Построить свою жизнь Не сено и соломы И чтобы построить Ее из благородных металлов Тогда в твою жизнь Должна прийти кротость В твою жизнь Должна прийти Воздержание И если все плоды Которые перечислены Здесь в послании Галатам 5.21 и дальше Они уйдут вместе с нами В вечность Да, в вечности Будет и любовь В вечности будет и радость В вечности все эти плоды Будут кроме Как я вижу Одного Потому что там На небе Нам уже нет чего Будет воздерживаться Там уже не будет Никаких капканов Там уже не будет Никаких компромиссов Там не будет Никаких похоти Там не будет Ничего Что я это хочу Но я знаю Что мне этого нельзя Вот в раю Этого не будет И поэтому Вот этот Плод Воздержания Он нам очень нужен И только И только на земле И вот пока я топчу Эту землю Как сказал Иисус Христос Петру А мы Тому нужно Ноги умыть Это значит Есть та сфера В которой ты обязан Усилиться Это твоя ответственность Воздержание Пользуйся этим плодом Мы же все с вами знаем Разницу Между даром Подарком И плод Это то что должно Было быть посеяно Это должно Затем ухаживать И впоследствии Оно вырастет И принесет плоды Намного легче Когда речь идет о том Что тебе кто-то принес И подарил что-то Правда? На Благослови тебя Господь Приятно Кто-то что-то вкладывал Но тебе оно досталось Тебе оно пришло Как великий подарок О, аллилуйя Но Я понимаю Что среди христиан Немного есть аграриев Немного людей У которых есть Какие-то земли Дачи Или какие-то места Где они что-то выращивают Но давайте согласимся Что вкус И торжество Победы Уровень Совершенно разный Когда тебе что-то подарили И то Как ты к этому Последствию относишься Потому что оно пришло К тебе даром И то Когда ты что-то Вырастил сам Когда ты реально Вложил в это Свою душу Как ты это будешь Защищать Как ты будешь К этому относиться Как ты это будешь Впоследствии Омывать чистой водой Чтобы принять в пищу О, это совершенно Другой уровень И конечно же Совершенно Другая цена Потому что Настоящее Полезное Приятное Органическое Стоит намного дороже Нежели что-то Поддельное И что-то Экологически Нечистое Из продуктов Все люди Разумные Они хотели бы Кушать что-то Очень такое Знаете Фермерское Такое Экологически Чистое О, органика А знаете Что оно стоит Намного дороже Нежели По сравнению Со всеми остальными Продуктами Которые сегодня Да и найти Очень сложно В каких-то магазинах Чтобы оно Реально Несло в себе Хоть какую-то Полезность Много химии Много Всего того Ложного Но выглядит Как бы Как Но не важно Как оно выглядит Важно что Оно в себе содержит Но когда ты вырастил сам Ты точно знаешь Какое там семя Ты знаешь Какая там земля Ты знаешь Какие дожди Это все поливали Ты знаешь Какими Ты ограждал Это защитами Чтобы никакие Жуки И все остальное Не смогли Покушаться На твой плод И как С какой благодарностью И победой Ты вкушаешь Эту редисочку Лучок Яблочко Грушу И многие другое Итак Драгоценное Воздержание Оно имеет в себе Такой корень Сдерживать И это то Что многим людям Совершенно не нравится Даже христианам Когда их что-то Сдерживает Удерживает Они начинают Сразу выворачиваться Они начинают Молиться о свободе Они вспоминают Что такое Бог Это благодать Бог Это значит Можно 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 Это значит Хочу 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 Это значит Нет никаких ограничений А вот и неправда Апостол Павел Хорошо говорил Что все нам Позволительно Но кто помнит Окончание стиха Но не Ооо Я так рад Что вы все это знаете Но не все полезно И противоречие Этой жизни В том Что то Что не полезно Часто очень вкусно Вкусно Для обоняния Для уст Прямо сейчас Здесь Взять Но не важно Уже когда оно упадет В твой Внутренность Что там нет Ничего полезного Там есть только Одни кариесы Одни проблемы Одно расстройство И Нет ничего Что могло бы дать Витамины Твоим клеточкам Принести кислород Принести жизнь Принести энергию Только так На несколько минуточек Вот здесь Правда потом Стоматологи Правда потом Еще какие-то проблемы Но это же все потом Давайте не будем Это у других Меня пронесет Однозначно Пронесет Воздержание Что говорит об этом Библия Давайте посмотрим С вами Место священного Писания Притча 25-28 Библия говорит Что город Разрушенный Без стен То человек Не владеющий Духом Своим Я прекрасно Осознаю Что Стены В средние века Когда Люди Соединялись В большие города Они понимали Их безопасность Это не ядерное оружие Их безопасность Это не система купол Над их городом Или над их страной Их безопасность Это реально Стены Мы многое знаем Мы многое знаем Сегодня о городах Которые сохранились До сегодняшнего дня Как раскопки Руины Но все-таки Сохранились А если далеко не ходить Возьмите Иерусалим Если вы были физически В Иерусалиме Вы видели Старый город Иерусалима Он часть Но по-прежнему Окружен стеной Было время Когда его сносили Полностью Подчистую Но все-таки Потом выстраивали Потому что Стены Несли с собой Несколько откровений Первое откровение Которое я записал Лично для себя Стены Это безопасность Второе Стены Это будущее То есть Другими словами Если ты окружен Безопасностью Ты можешь Спокойно рождать детей Смотреть смело В завтрашний день Наше государство Желает Чтобы Демографическая Позиция В нашей Богом спасаемой Стране Была повышена И Семьи Не боялись Рождать детей Государство Пытается Помочь Этому Как-то Датировать Это И Даже Ну Во многих Государствах Вообще Такого Нету Поэтому Слава Богу За Наше государство Что при рождении Детей Третьего Ребенка Точно И там Сейчас Какие-то Новые Позиции Пришли Нам уже Они как бы Не принадлежат Вот Но Какие-то Прямо Баснословные Деньги Мы их Правда Ни разу Не видели Но Они Где-то Есть Нам Даже Как Многодетной Семье Обещали Землю Где-то Она Там Есть Великой Очереди Но Она Все равно Есть Вы знаете Чуть-чуть Греет Душу Она Где-то Есть Но Мы Правда Тоже Никогда Ее 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 Видели Но Уже Приятней Есть Ну И Хорошо Значит Есть Ты Окружен Безопасностью Ты Рождаешь Ты Не боишься Нищеты Ты Знаешь Что Здесь Будет Прекрасное Здоровье Потрясающая Экология Ты Окружен Стенами Третье Стены Это Экономика Нам Очень Много Нужно Молиться За наш Город Омск Чтобы Было Много Рабочих Мест Я Поистине Молюсь За Братьев Служителей Сестер Служителей Нашей Церкви Чтобы Бог Давал Им Идеи Давал Им Откровения Предпринимательской Деятельности И Прежде Всего Чтобы Это Не Превращалось Выдало Поклонство А Чтобы Они Этим Служили Господу Были Успешны Давали Право Людям На Рабочие Места Чтобы Люди Могли Безбоязненно Работать С Христианами Чтобы В Сердце Была Великая Благодарность И Жертвенность Чтобы В Итоге Мы Могли Служить Господу Заботиться О Церкви Покрывать Нужды Своих Семей Жен Детей И Многого Другого В этом Нет Ничего Греховного Только Если Есть Правильные Расставленные Приоритеты Что Деньги Не Обогащают Обогащает Господь Радость Сердца Приносит Господь Многих Людей Финансы Увели В сторону Но Есть Люди Которые Поняли Которые Были Правильно Научены И Получив Средства Получив Деньги Они Сохранили Своё Достоинство Они Всего Лишь Поняли Что Это Всего Лишь Бумага Которую Можно Что-то Доброе Сделать А можно Что-то Злое И Если Правильный Стержень Внутри Если Человек Научился Работать И Делать Лучше Чем Другие Если Он Уимеет Благословение Другим Дать Право Заработать На Хлеб На Коммунальные Услуги На Одежду На Отпуск Пожертвовать Что-то В Церкви Это Великое Благословение Заботиться Друг О Друге Понятно Что Мы Не Можем Сегодня Оценивать До Конца Экономическое Положение Там Нашей Стране Или В Нашем Городе Но Мы Всегда Имеем Привилегию Молиться Об Этому Чтобы Это Стало Лучше И Тот Кто Неленив И Честен Никогда Не Будет Нищим Скажи Аминь Четвертое Стены Это История Многие Города Которые Основывались Или Были Просто Построены Из Деревянных Построек Не Было Стен Не Было Армии Не Было Ничего Того Что Могло Защищать Их От Набегов От Нападений Они Просто Были Сожжены Они Стерли С Лица Земли История О Них Умалчивает Но Есть Такие Исторические Города Которые Остались В памяти Легли На Страницу Исторических Каких-то Книжек Наших Школ И Нашего Образования И мы Знаем Об этих Государствах И Сегодня Вот Этот Прообраз Человека Который Не Владеет Своим Духом Он Не Владеет Собой Не Владеет Словами Не Владеет Действиями Не Владеет Привычками Не С городом Который Есть Там Есть Все Но Нет Стен Это Говорит О том Что Сегодня Он Есть А завтра Никакого Будущего Это Говорит О Похожести На Некоторых Христиан Которые Очень Хорошо Начали Но Они Сошли С Дистанции Это Говорит О Некоторых Семьях Которые Стояли Под Алтарями Говорили Люблю Люблю До Конца Будем Вместе Все Разделим Радости И печали А потом Просто Разбежались Это Говорит О Людях Которые Молились Бог Дай Работу Дай Финансы Дай Покрыть Не Хочу Будь Нищете Бог Хочу Жертвовать Бог Бог И Вот Оно Все Пришло Но До Первой Зарплаты И Человек Ушел В Алкоголь Или В Какие Другие Распутные Вещи Люди Которые Хорошо Начали Но Себя Только Нужно Правильно Проанализировать Стена Это Не Ограждение От Людей Стена Это Не Ограждение От Церкви Не Лезьте Ко Мне Не Вмешивайтесь В Мою Жизнь Я Хочу Своего Полного Одиночества И Самолюбования Нет Стена Это От Влияния Этого Мира От Врага Дьявола От Многих Вещей Которые Вторгаются Пытаются Вторнуться В Остановиться И Сказать Себе Нет Это И Есть Воздержание Есть Удивительное Место Писания Я бы Всем Посоветовал Выучить Наизусть Это Книга Притч 16 Глава Библия Говорит 32 Стихом Долготерпеливый Лучше Храброго Притч 16 32 Владеющий Собой Лучше Завоевателя Города Главная Цель Воздержания Это Взрастить В человеке Стержень Характер Чтобы Жизнь Человека И его Призвание В итоге Не были Разрушены Никто Из здравомыслящих Людей Не хочет Прогнозировать Себе Смерть Не вовремя Разрушение Развод Нищету Или банкротство И Бог Говорит Что наша Жизнь Она похожа На этот Город И мы Должны Владеть Собою И если В твоей Жизни Приходят Победы И ты Такой Талантливый Благословенный Такой Красивый А сегодня Посмотришь На молодежь Красивые Такие Пышные Яркие Красочные Удивительные О Я сообщаю Вам Скоро Это Пройдет Да потому Что Когда мы Делаем Ударение На свою Мы молоды Мы красивы Мы благословенные Мы особенные И вот Как будто Все Только Сконцентрировано На этом Нет Будь красив Будь хорош Будь благословен Если у тебя Появится Какая-то Брендовая Пуговица На твоем Плате Или пиджаке Радуйся Нет проблем Но Это Совершенно Не важно Важно Какие Навыки Какой Характер Какие Привычки Какие Ценности Ты будешь Носить В своем Сердце Это Намного Важнее Это Пройдет С тобой Всю Твою Оставшуюся Жизнь Это Принесет Тебе Дивиденды О, люди любят Дивиденды О, это Принесет тебе Проценты О, как мы Любим Получать Проценты А не когда Из нас Снимают И куда-то Они Исчезают Именно Это Благословить Тебя Когда у тебя Будет семья Когда ты Войдешь В новый Коллектив Когда ты Окажешься В каком-то Специальном Офисе Драгоценные Друзья Если вы Хотите Дослушать Нашу проповедь На канале ТБН Эльвера 24 Наша Трансляция Оканчивается Но На ютюбе Церкви Жатова Она продолжается Добро Пожаловать Спасибо Что вы с нами Продолжение следует Продолжение следует